Если у вас дома есть лекарства с истекшим сроком годности, теперь вы можете не задумываться, как от них избавиться или попросту выбросить, а отдать на переработку. Сеть молдавских аптек запустила компанию по утилизации медикаментов. Поскольку большинство лекарственных препаратов являются синтетическими, то попав на мусорные свалки или же в канализационную систему, могут стать опасными и токсичными как для окружающей среды, так и для людей, поскольку они усваиваются растениями или попадают в воду. По словам инициаторов проекта, процедура утилизации фармацевтической продукции широко применяется в странах Евросоюза. Однако у нас до сих пор единственным способом уничтожить лекарственные препараты было их механическое измельчение с добавлением цемента. Проблема заключалась в том, что в нашей стране не было центра для сбора и сортировки лекарственных препаратов. Сейчас же все, кто хочет избавиться от просроченных медикаментов, могут принести их в аптеку, откуда их отправят на переработку. Кроме того, сотрудники аптеки помогут правильно отсортировать лекарства и проверить, содержится ли в них ртуть или радиоактивные компоненты. Любой человек может прийти сюда с просроченными медикаментами. Мы рекомендуем положить их в пакет, чтобы они не поломались или что-то еще, во избежание определенных инцидентов. Люди могут пообщаться с командой о том, что можно перерабатывать, а что нельзя. Менеджер по связям с общественностью также сообщил нам, что были ситуации, когда люди приходили в аптеку с просроченными лекарствами, поскольку это правило практикуется в других странах. Но фармацевты не могут брать на себя ответственность за хранение медикаментов. В итоге их выбрасывали в мусорное ведро или же в канализацию. Представители аптеки утверждают, что будут принимать от граждан, в том числе и пластиковую упаковку от косметики. Например, тюбики от кремов, растворов, масел. Но при одном условии. Их необходимо вымыть и снять этикетки. Сюда можно приносить любые просроченные лекарства или со вскрытыми упаковками, оставшиеся после выздоровления или же смерти пациента. Можно принести пластиковые упаковки от косметики и медицинских приборов. Мы не принимаем ртутные термометры, любые радиоактивные устройства и оборудование, которое было инфицировано кровью или осталось после ковида. О проблеме утилизации фармацевтических препаратов говорят и некоторые экологи. Так Владимир Гараба поведал нам, что лекарства больше всего поражают микроорганизмы и растения, затем животных и в конечном итоге человека. Все эти препараты в большинстве своем синтетически токсичны для многих животных и микроорганизмов, уничтожают микроорганизмы, в том числе и полезные, и поражают животных, птиц и даже растения, если попадают в корневую систему. Компания по сбору лекарственных препаратов бесплатная, проводится в пяти аптеках столицы. Компания по сбору лекарственных препаратов Компания по сбору лекарственных препаратов